На выставке Даров представлены произведения многих художников, очень важные, ценные, значительные, но по большей части находящиеся в запасниках или участвующие в выставках. А вот наиболее важные, опорные вещи, составляющие гордость коллекции, конечно, сохраняются в основной экспозиции. В числе этих вещей и автопортрет Венецианова 1811 года. Алексей Гаврилович Венецианов, основатель русского жанра с 1820 года, придворный художник, создатель школы Венецианова, один из самых знаменитых и прославленных мастеров русской живописи, впервые обосновавший необходимость крестьянской темы даже в русском академическом искусстве. Автопортрет Венецианова, безусловно, важнейший экспонат в коллекции музея. Он написан в 1811 году и послужил основанием для присвоения художнику звания, назначенного в академике. Интересно и происхождение этого портрета. Это один из первых даров частных лиц в собрании русского музея. Отдельных таких даров, не скажем, не коллекции графини, книги Етенишевой. Портрет этот был подарен в 1897 году дочерью художника Александрой Венециановой. В 1819 году, приобретя имение Сафонково в Тверской губернии, художник обосновался там вместе с супругой Марфой Афанасьевной и двумя дочерьми – Александрой и Фелицатой. Вот такие экзотические имена, но называли их по-домашнему – Шурочка и Филенька. Вот две дочери художника, оставшиеся незамужними, по кончине самого мастера в 1848 году продолжали жить в Сафонкове. Одна из них, Александра, художница, умерла в 1882 году. Вторая, Фелицата, прожила дольше. И перед тем, как уйти из жизни, она решила обогатить коллекцию русского музея и русскую художественную критику рассказами и автопортретом своего отца. Она в 1894 году написала воспоминания о Венецианове, а в 1897 году в год собственной кончины передала в дар русскому музею автопортрет Венецианова, который и поныне является одним из главных экспонатов, представляющих творчество этого художника в коллекции русского музея.